Добрый день, меня зовут Ольга Шибецкая, я являюсь владельцей консультантовой компании H2O Business Evolution. Опыт у меня в бизнесе уже более 14 лет, есть три своих направления, в том числе ивент-агентство, которому в этом году уже 9 лет. И также являюсь экспертом в области бизнес-процессов, дипломированным интернет-маркетологом и также являюсь партнером компании Global Intellect Service. Моя компания является партнером компании Global Intellect Service и мы занимаемся профессиональным внедрением в систему UDS. Сегодня мы поговорим на такую тему, как юнит-экономика, вообще что это такое, ответить на вопрос, зачем она малому бизнесу. И это будет самой главной целью в сегодняшнем вебинаре, действительно показать вам, для чего она необходима, как ее рассчитывать, какие способы расчета есть. И на что важно в бизнесе обращать внимание, что действительно входит именно в юнит-экономику. Сегодняшней целью будет именно то, чтобы вы в конце данного вебинара понимали, для чего она необходима и, наверное, получили первые такие базовые навыки того, что необходимо в самом простом варианте отслеживать у себя в бизнесе, для того, чтобы у вас юнит-экономика действительно была в положительной динамике, чтобы маржинальная прибыль вашего бизнеса была в достаточно хорошем плюсе. И что же такое юнит-экономика? Почему она называется юнит? Юнит она называется, потому что юнит – это некая единица, и ее рассматривают с двух сторон. Первая сторона – это по товару. Например, на фабрике по производству одежды считают, сколько вложили в производство, в рекламу, в логистику, в хранение товара, именно одной единице товара, и понимают, сколько нужно выпустить и продать одежды, и по какой цене, чтобы окупить бизнес и получить прибыль. То есть считается по одной единице товара, по юниту. И второе направление, что может являться юнитом в бизнесе – это клиент. Мы считаем юнит-экономику по клиенту. Например, салон красоты считает, сколько денег вложил, чтобы привлечь одного клиента, и сколько денег он принес, и понимает, сколько клиентов нужно привлечь, чтобы получить прибыль. То есть когда мы считаем все расходы, переменные расходы в общей сложности постоянно, но в юнит-экономике считаются очень важны именно переменные расходы, которые именно на одного клиента. И мы сегодня будем рассматривать именно юнит-экономику как по клиенту, потому что маркетинг, он именно направлен на клиента, и считается именно стоимость привлечения клиента, расходы на привлечение клиента, и сколько же у нас маржинальной прибыли именно от привлечения клиента. Поэтому именно юнит наш на сегодняшний вебинар будет клиент. И я предлагаю в том числе ответить на вопрос, что я масштабирую прибыль и убыток. То есть это главный вопрос, на который я хочу, чтобы вы в конце этого вебинара получили ответ, потому что юнит-экономика, она используется везде. В интернет-магазинах, в кофейне, в ресторанах, в салонах красоты, в магазинах одежды и так далее. И неважно, где у вас бизнес, важно, чтобы вы действительно считали юнит-экономику и ее видели, потому что в бизнесе действительно очень важно понять, что мы масштабируем. И если на сегодняшний день вы являетесь стартапом, то юнит-экономику тоже необходимо рассчитывать для того, чтобы не допустить никаких ошибок в самом начале бизнеса, потому что многие знают, предприниматели, которые уже прошли этот опыт, что на старте можно потерять очень много вложений, и в том числе недополучить прибыль, потому что мы не видим, мы не видим, сколько нам необходимо произвести товара, например, или сколько стоит привлеченный клиент, мы не видим, как он возвращается и так далее. И тем самым мы не видим, что мы масштабируем в данный момент, прибыль или убыток. В том числе действующие предприятия также должны это отслеживать, потому что многие, возможно, сейчас задумываются о масштабировании. И, конечно же, как вы понимаете, лучше всего масштабировать системный бизнес, чем масштабировать хаос. Поэтому надеюсь, что каждый из вас, у кого на какой стадии находится сейчас бизнес, ответит себе на вопрос, что же сейчас вы масштабируете. И, возможно, вы задумаетесь об этом, посмотрите на свой бизнес с другой стороны. И сегодня я предлагаю ответить, посмотреть, мы посмотрим на два вопроса, простых вопросов, которые отвечают именно Юнит Экономика, сколько денег мы потратили в привлечении клиентов. То есть поставьте себе этот вопрос, что вы должны сегодня ответить. Или после этого вебинара вы посмотрите собственный бизнес и ответите, сколько же вы потратили на привлечение каждого клиента, сколько денег мы с клиента зарабатываем. То есть я сегодня вам покажу, как решаются эти вопросы, какие калькуляторы, таблицы можно использовать. И в конце вебинара ждет вас подарок лично от меня. И ответив на эти вопросы, вы, конечно же, узнаете, зарабатываете вы на клиенте, либо вы все-таки теряете на клиенте на одном Юните. И прежде чем перейти, вернее, даже я бы сказала, что мы сейчас уже начинаем отслеживать стоимость клиента, отслеживать масштабируемую прибыль, либо мы все-таки масштабируем убыток, и посмотрим именно по пути клиента. Вообще сталкиваюсь я с тем, что бизнесы очень редко прописывают целевую аудиторию свою. У них даже нет уникального торгового предложения, нет этих прописанных истин. Они не понимают, кто их клиент. Это очень важно. И уже тем более они прослеживают, не прописывают путь своего клиента. А путь вашему клиенту должен быть прописан. Он должен для вас быть зримым. Вы должны его видеть, как бы ни привлекался ваш клиент. Откуда он приходит? С интернета, офлайн, с каких-то каналов привлечения. То есть если вы используете несколько каналов привлечения, то у каждого этого канала привлечения должен быть путь клиента. И для четкого понимания мы путь клиента, есть такой простой, понятный для всех, то есть с такими крупными мазками, что мы сначала, клиент наш осознает, что ему чего-то хочется, а потом он осознает, что, например, он хочет приобрести какую-то одежду. И он исследует рынок, он смотрит, он знакомится с различными, например, брендами, с различными магазинами, рассматривает варианты и совершает покупку того, что ему нравится. Дальше он использует покупку, потом идет повторная покупка и так далее. И вот мы рассмотрим сейчас путь клиента до момента его первой покупки. То есть будем частями рассматривать, для того, чтобы у вас возникло четкое понимание того, для чего это необходимо, как работать на том или ином этапе, как работает юнит экономика на том или ином этапе. И рассмотрим некие примеры, когда средний чек, к примеру, доставки еды, давайте, например, еду рассмотрим здесь, средний чек 3000 рублей, затраты на покупку товара – 1500 рублей, затраты на доставку – 500 рублей, стоимость привлечения клиента. Например, мы исследуем наш опыт предыдущий и понимаем, что это 476 рублей. Если у вас нет какого-то предыдущего опыта, вы не использовали таргетированную рекламу, вы контекстную рекламу, SEO-предвижение не запускали, то есть у вас нет никаких оцифрованных исследований, на которые можно опираться, то, соответственно, можно взять средние по рынку. Есть тоже такие методики, где можно исследовать это примерно, среднюю стоимость привлечения клиента именно в вашей сфере бизнеса. Вам может также подсказать маркетолог вашей компании, либо маркетингового агентства, которое, возможно, вас ведет на аутсорсе. И, соответственно, мы здесь видим, что прибыль с одной единицы товара, если все это мы вычтем, 600 рублей. И нам очень важно в том числе, сколько раз один клиент совершает покупку. Но это мы уже рассмотрим на следующей части, в следующей части нашего пути клиента в Customer Journey Map. Сейчас мы посмотрим, как же мы все-таки привлекаем, что мы рассчитываем и на что очень важно обратить. И есть различные калькуляторы расчета. Я с вами поделюсь. Вообще, если забить на самом деле в поисковиках, можно найти различные калькуляторы. У меня есть один калькулятор, который мне очень нравится, которым я пользуюсь. И, соответственно, я смогу вам его порекомендовать в конце вебинара. И есть также таблицы, которыми можно также использовать их. Это часть таблицы, то, что здесь показано, потому что есть дальнейшая работа с этой таблицей, есть работа с маржинальной прибылью, когда мы уже высчитываем маржинальную прибыль. Нам сейчас понадобится только эта часть таблицы, в которой мы заносим маркетинговый бюджет, который мы тратим. Например, на доставку еды, как мы уже рассматриваем этот пример. Маркетинговый бюджет 50 тысяч рублей. Привлечение пользователей. То есть, например, у нас пользователи, которые зашли, оставили свои данные, например, дошли до корзины, привлеченные пользователи, это 653 клиента, пользователя. И платящие клиенты, те, кто все-таки совершили покупку, их 105 человек. И мы видим, что конверсия в покупку, то есть у нас идет, мы привлекли пользователей 653, но из этих 653 пользователей у нас конвертировались клиенты 16%. То есть здесь мы видим, что доход 315 тысяч, и вроде мы понимаем, что у нас достаточно хорошее роми, то есть это возврат инвестиций в маркетинге. Мы можем в этот момент на самом деле задуматься о том, что все хорошо, замечательно, роми достаточно хорошие, но тем не менее в подобной ситуации мы должны посмотреть на конверсию в покупку. Мы видим, что 16%. Прежде чем вкладывать маркетинговый бюджет, запускать рекламу в тот или иной канал трафика, нам важно сначала поставить гипотезы, нам важно поставить план, сколько мы планируем конверсию в покупку, примерно сколько пользователей привлечь, сколько из них будет, какая будет конверсия, и, соответственно, от этой конверсии мы считаем, сколько клиентов у нас должны приобрести. И, например, если мы видим, что 16% это недостаточно, и мы ставили, например, 25%, то здесь мы должны проанализировать, понять, что у нас маленькая конверсия, значит, скорее всего, что-то наших потенциальных клиентов не устроило. Возможно, мы можем посмотреть по таким системам, как Яндекс.Метрик, Google Аналитика, мы видим, что, например, мы можем посмотреть путь клиента, например, в Яндекс.Метрике мы можем посмотреть веб-визоры, посмотреть, как реагировал клиент, что он делал, например, на сайте, возможно, он положил в корзину товар, но не совершил покупку, почему это могло произойти. То есть мы анализируем и понимаем, возможно, у вас достаточно тяжелая регистрация, потому что клиенты на сегодняшний момент хотят минимум движений в покупку, им нужна быстрая покупка. Возможно, вы заходили в интернет-магазин и видели быстрая покупка, которая указывает только номер телефона, адрес доставки и все. И клиент, но у вас, возможно, очень тяжелая регистрация, и поэтому не доходит до покупок. Покупок очень важно это проанализировать и, соответственно, устранить эту ошибку. Для того, чтобы в том числе понять, что на сайте не позволяет клиентам конвертироваться в покупку, в том числе можно провести юзабилити-тестирование. В последующем я также проведу различные вебинары и на эту тему. Пока наша задача – посмотреть, научиться смотреть на эти таблицы, понимать, где мы можем проседать, где мы можем все-таки повысить конверсию. Почему нужно ввести эту таблицу? Потому что в дальнейшем вам необходимо увидеть эту конверсию, ее повышать. И, соответственно, дальше у нас такие будут строчки внизу, с другими уже непосредственно в том же канале трафика, другие рекламные кампании, и мы должны убедить о том, что увеличилась у нас конверсия, либо нет. Дальше мы заносим в таблицу средний чек. У нас есть высчитанная стоимость привлечения клиентов, и в то же время мы должны обязательно видеть число сделок на клиента. То есть когда мы привлекли клиента, клиент у нас пришел один раз, и мы в том числе в плане, в плане перед тем, как запускать привлечение клиентов, мы указываем, сколько у нас клиент должен вернуться. И мы, например, в план поставили, что у нас число сделок на одного клиента две, то есть у нас клиент привлечется, он будет платящим клиентом, он совершил покупку один раз, и, соответственно, он еще раз вернется. Обязательно мы указываем период времени, за какой период времени он должен вернуться, к примеру, за два месяца. И мы понимаем, что это зависит от репотребляемости нашего бизнеса. Например, если это салон красоты, то где-то в среднем один раз в месяц возвращается клиент в среднем. Соответственно, мы четко понимаем, что за два месяца он должен вернуться у нас два раза. Мы рассматриваем этот период времени и так далее. То есть какая частота у нас возвращаемости клиентов. Если это, например, магазин продуктовый, то у нас в месяц должно быть пять-шесть, возможно, семь раз он должен вернуться и так далее. И мы поставим в плане, то есть два раза, и мы видим, что выручка с одного клиента уже будет на 6 тысяч рублей, потому что средний чек 3 тысячи, и получается, что от одного клиента мы два раза обернули в 6 тысяч. И доход со всех клиентов у нас 630 тысяч рублей. Дальше у нас уже высчитывается, мы рассматриваем, сколько мы на клиента потратили, да, то есть как бы сколько у нас, какие у нас переменные расходы на привлечение клиента. Здесь переменные расходы, почему нам важно рассматривать на каждого клиента, потому что на каждого клиента у нас могут быть совершенно разные расходы. Приведу пример, опять же, этой доставки, которую мы рассматриваем. Есть клиенты, которые оплатят сами доставку, потому что, например, они купили на сумму менее 5 тысяч рублей. У нас указано, что бесплатная доставка у нас под 5 тысяч рублей. А есть клиенты, которые мы будем доставку оплачивать, да, потому что они достигли этой суммы 5 тысяч рублей. То есть их чек составил 5 тысяч рублей. И уже мы видим, что есть клиенты, которые совершили, возможно, даже в один и тот же день, в одно и то же время, они совершили одну и ту же покупку, ну, я имею в виду, совершили покупку в вашем магазине, да, например, в магазине продуктов питания. И, соответственно, ну, один совершил там на 3 тысячи рублей, другой на 5 тысяч рублей. Один сам оплачивает доставку, а другой, другому оплачиваете доставку вы. Я надеюсь, что понятно. И, соответственно, вот почему на каждого клиента, потому что на каждого клиента переменные расходы разные, нам очень важно это отслеживать. И, соответственно, дальше я хотела бы вам показать таблицу, вот, каким образом, ну, простую таблицу, потому что ту таблицу, которую я вам показала на предыдущем слайде, там есть дальше, где мы высчитываем переменные расходы, где мы высчитываем расходы на привлечение. Объясню. Есть расходы на привлечение, например, присоединяйтесь и получите там 500 приветственных баллов, да, и вы можете потратить здесь сейчас эти бонусные баллы. Хуже всего, когда идет привлечение клиентов, мы сразу же клиенту даем скидку. То есть, например, что товар стоит тысячу рублей, да, одна единица товара стоит тысячу рублей, а сейчас вы можете приобрести 50% на скидке, это будет 500. Вот это очень важно отслеживать, на самом деле это показывает юнит-экономика, насколько готова давать скидку при предложении, при привлечении клиентов и давать такое предложение, потому что Роме, еще раз повторюсь, возврат инвестиций, ему процентное соотношение может быть высокий, но в дальнейшем, когда мы рассчитываем переменные расходы, когда мы рассчитываем затраты на привлечение, вот именно эту скидку, когда мы рассчитываем постоянные расходы, такие как аренда там и так далее, мы можем увидеть, что у нас маржинальная прибыль уходит в минус. И это важно видеть, это важно отслеживать, и поэтому не торопитесь давать большие скидки на привлечение клиентов. Вообще, если вы находитесь уже на той стадии бизнеса, когда у вас есть база клиентов, здесь уже очень важно проанализировать, насколько ваша компания сейчас готова к тому, чтобы запускать, вкладывать вообще деньги в рекламу. Об этом мы чуть позже также поговорим. И я хочу вам показать простую такую таблицу, которую я использую, когда мне необходим быстрый расчет. И здесь я указываю план. Я вижу, что у меня в плане число юнитов, пользователей, которые привлекаются 653, из них покупатели у меня 105, конверсия в первый раз 16%. Например, что у нас план будет совпадать с фактом, хотя, например, мы можем поставить план 25% в конверсии и понять потом при факте, что мы эту конверсию не достигли. Об этом я уже сегодня говорила. И, соответственно, мы заносим средний чек, среднее количество по плану у клиентов, которые, помним, два раза, что они два раза должны к нам вернуться. Дальше мы видим средний доход с потенциального клиента. Он система высчитывает. В этой таблице высчитывается это все автоматически, выручка за все время и так далее. Дальше у нас уже высчитывается стоимость привлечения потенциального клиента, то есть сколько у нас это высчитывается от количества как раз привлеченных пользователей, в данном случае 653. Расходы на первую продажу, например, что мы даем 100 баллов, можно потратить или скидку 100 рублей. К примеру, расходы с каждой продажи, например, как раз на закупку товара, это себестоимость товара и доставка, что в общей сложности у нас 2000 рублей. И дальше высчитывается у нас прибыль с одного клиента и прибыль всего за весь период времени, там с учетом как раз периода. Мы должны, помним, что мы должны определить период. Например, что у нас два раза вернулся клиент, в данном случае высчитывается именно с того, что он два раза к нам вернулся. И по факту мы видим, что у нас в среднем количество платежей по одному клиенту от всех клиентов, которые с этой рекламной кампанией к нам привлеклись, не два раза, а мы понимаем, что у нас больше 50% клиентов все-таки второй раз за этот период времени не вернулись. И среднее количество платежей по одному клиенту составляет 1,14. И мы понимаем, что в данном случае у нас сразу же мы вниз опускаемся на 14-ю строчку и видим, что по плану у нас должно было 157 тысяч рублей. В данном случае мы видим, что 67 тысяч. Это практически в два раза падение. Соответственно, мы четко понимаем, мы видим здесь в цифрах, в таблицах, что мы сделали недостаточное действие для того, чтобы клиент за этот период времени к нам вернулся. То есть мы недостаточно с ними отработали, сотрудники недостаточно отработали с клиентом. Мы, возможно, не проинформировали, не создали какой-то конкурс, не создали какую-то акцию, еще что-то. То есть мы не вовлекли нашего клиента в бизнес. Мы не отработали за этот период возвращаемость клиента. То есть ничего мы, возможно, дополнительного, мотивационного для клиента мы не создали. И, соответственно, нам важно над этим поработать. Потому что мы четко понимаем, что, например, если это салон красоты, то не раз в два месяца, а раз в месяц клиент должен к нам возвращаться. А, возможно, еще и чаще, если, например, он приходит сначала на окрашивание волос, а потом, к примеру, на маникюр. А если это в данном случае то, что мы рассматриваем магазин доставки продуктов, то это еще хлеще. То есть у нас все-таки клиент два раза в месяц должен заказать. Это однозначно, если мы рассматриваем период в месяц. И дальше мы смотрим, в том числе, возврат клиента, сколько стоит возврат. А, возможно, даже я бы возврат заменила здесь столбик на рекомендацию. То есть когда мы рекомендуем, для нас затрат на проведение маркетинговых мероприятий будет составлять ноль. Стоимость привлеченного потенциального клиента, в том числе, при котором приходят по рекомендации, у нас минимальная. И даже если мы будем благодарить нашего клиента бонусными баллами за то, что от него пришел клиент и совершил покупку, то это бонусные баллы. Это нереальные деньги, которые мы тратим на рекламу. И, соответственно, мы понимаем, что клиенту необходимо вернуться и совершить покупку, то есть потратить баллы. А это еще раз увеличение прибыли на нашу компанию. То есть мы еще в большей степени мотивируем вернуться. То есть такая вот двойная мотивация с двух сторон. Со своего накопления бонусных баллов, еще и ко всему прочему, с накопления чека друзей, знакомых и так далее. И здесь мы видим, что на 14-й строчке прибыль всего за весь период времени, например, даже вернулся два раза человек, который его порекомендовали, уже 199, то есть почти 200 тысяч рублей. И это действительно вот сразу показывает о том, что человек, который пришедший по рекомендации, приносит в бизнес больше прибыли. То есть это такая простая интуитивная таблица, по которой мы, по крайней мере, там каждый из вас может понять, сколько он теряет, что необходимо для этого делать. То есть это очень важно. Еще раз обращу ваше внимание, что важно смотреть на конверсию, важно смотреть на возвращаемость. И здесь как раз мы приходим к этому моменту, когда клиент купил и когда он использует покупку. И очень важно на периоде использования покупки не забывать о клиенте, очень важно с ним коммуницировать. Это как раз является вовлечением вашего клиента, удержанием вашего клиента, взаимодействием с вашим клиентом. И как раз пандемия в 2020 году, она как раз показала, насколько важно, особенно тем, кто находится в офлайне, коммуницировать своим клиентом в онлайне, насколько важно, чтобы он был вовлечен, потому что даже если у нас есть клиентская база, даже если мы используем SMS-рассылки, это не вовлечение клиента по H-бизнес. Вовлекать необходимо совершенно по-другому, другими методами. Но это не тема сегодняшнего нашего вебинара. И, соответственно, дальше нам необходимо его довести до повторной покупки. Помним, чтобы среднее число было возвращаемости не 1,14, а 2, как мы запланировали, чтобы повторную покупку должны совершить из тех клиентов, которые, платящих клиентов по этой рекламной кампании пришли, они 2 раза должны у нас вернуться, как мы это запланировали. И желательно, чтобы они все-таки дошли до момента, когда являются адвокатами бренда, потому что они начинают рекомендовать, они больше возвращаются, они более лояльные к вам и так далее. И есть, конечно же, способы доведения клиентов до такой стадии, когда они становятся адвокатами бренда. Вы можете управлять, и вы должны управлять клиентами, чтобы они становились вашими адвокатами бренда. И давайте мы перейдем с вами сейчас как раз к UDS, потому что когда у нас есть интернет-магазин, и когда у нас все продажи находятся в онлайне, достаточно легко, например, использовать аналитику Яндекс.Метрики, аналитику Google Analytics. Очень много в интернете существует различных моментов, которые мы можем проанализировать. То есть что нам может дать аналитику, что может дать статистику. И, соответственно, сложнее всего, когда у нас идет некий переход. Некий переход, когда у нас клиент четко привлекается в онлайне. Например, вы ведете Инстаграм, используете таргетированную рекламу, а клиент должен к вам прийти в оффлайн. Вот как важно здесь отцифровать. Важно понять, что клиент пришел, дошел до вашего магазина, дошел до вашего салона красоты, ресторана и так далее. То есть важно здесь отследить, что действительно он пришел с этого источника трафика. Важно отследить, чтобы он не просто стал первым покупателем, да первый раз покупателем, потом он еще у вас вернулся. За какой период времени он к вам вернулся, когда он первый раз зарегистрировался к вам, совершил первую покупку, возвернулся за этот период столько, сколько нам необходимо и так далее. Это все важно отслеживать. Поэтому здесь очень качественно в этом плане работает UDS. И мне безумно нравится работать с этой системой. И действительно от момента привлечения клиента бережно ввести статистику именно его удержания и именно следить за ним, управлять им и так далее. И что мы видим в UDS? Я взяла статистику одного из наших клиентов. И то, что мы всегда отслеживаем, да, мы всегда смотрим и видим, что за месяц, за два месяца январь-февраль, то есть мы выбрали период январь-февраль 2021 года, к нам зарегистрировалось, то есть у нас привлеклось 104 клиента. Новых, вернее, не клиента, а пользователя, да, то есть потенциальных клиентов. 104 человека совершили из них, то есть платящими клиентами стали 82 человека. И средний чек мы видим, что 640 рублей обязательно, то есть, во-первых, вы видели, да, в таблице, что важно увидеть средний чек, то есть вот она ваша цифровка. Если вы сейчас не понимаете, какой у вас средний чек, я рекомендую вам взять, оцифровать и понять, сколько у вас, какой у вас средний чек. Не бывает, что разные категории товара, и у меня, например, я произвожу одежду, я произвожу шубы, и поэтому мой средний чек может быть разным. Неправда, у вас все равно должен быть средний чек от всех покупок клиентов. И его важно посмотреть. Вот в UDS здесь он считается автоматически, мы всегда его видим, и, соответственно, мы можем им управлять. И средним чеком очень важно управлять в том числе, исследуя его от сезонности, да, потому что есть сезон, есть не сезон, и важно его смотреть, насколько он увеличивается именно по отношению, например, если это март 2021 года, то мы смотрим, насколько он увеличился по отношению к марту 2020. Ну, конечно, без учета таких вещей, как пандемия, да, потому что все-таки здесь мы не можем, то есть есть как бы факторы, которые могли повлиять на его снижение либо отсутствие. И запоминаем 104 пользователя, 82 у нас покупателя остались, 104, достаточно хорошая конверсия, да, мы это сразу осознаем. И, соответственно, кстати, здесь тоже еще очень важно смотреть, что на моменте привлечения у нас могло быть пользователи, например, 600 человек, да, к нам присоединились там 104, то есть мы здесь конверсию смотрим, потом смотрим конверсию в UDS, что присоединились 104, значит, из них, тех, кто у нас не дожидел, дошли до покупки, значит, они все-таки нами заинтересовались, нам с ними очень важно работать. И совершили покупку конверсия достаточно хорошая, 82 человека. И дальше мы смотрим, что за этот же период количество покупок, людей, которые совершили всего одну покупку за два месяца, у нас 72 человека. Мы понимаем, что это более 50% клиентов, которые совершили покупку возле 82, да, то есть у нас совершили всего одну покупку, то есть мы не достигли того плана, чтобы у нас два раза за этот период времени клиенты вернулись, соответственно, опять же, таким образом, то есть нам UDS в данном случае, это автоматизированная система, и она нам показывает, на что обратить внимание, что, ребят, вы недостаточная, то есть у вас есть система, вы недостаточно поработали с клиентами, вы недостаточно, возможно, вы новости не отправили, сегментированные, да, то есть вы, возможно, им какие-то акции не предложили, либо там не напомнили о том, что у вас новая коллекция, а новым клиентам, которые только присоединились, совершили первую покупку, с ними важно проработать, то есть для них специально важно, очень важно отправить сегментированную новость. Есть в том числе у нас такое обучение, вебинар от Булата Шельхулина, куратора лаборатории революционных решений, там как раз есть полностью, найдите это видео, там есть полностью рекомендации, как работать с клиентами, которые у вас есть в системе, как отправлять им кушеведомления, новости какие-то, и как важно сегментировать, да, то есть как бы если вот у вас первую покупку совершили, то пука гор там, я к этому вернусь, для того, чтобы они замотивировались, чтобы они совершили вторую покупку. То есть мы здесь видим, что клиент не поработал с этой категорией клиентов, да, которые пришли, и, соответственно, мы видим, что нас не вернулись в большинстве случаев люди второй раз за этот период времени, и всего 10 человек вернулись. И мы видим, кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что возвращаемость очень влияет на то, что клиент, у него средний чек увеличивается, и я объясню, почему это происходит. Именно потому, что в первую свою покупку ему начисляются бонусные баллы, и здесь он приходит, и он больше тратит, потому что у него есть бонус, это работа, это психология клиента, и здесь, кстати, очень важно, в том числе, правильные скрипты, правильная работа, правильная работа персонала с клиентом, для того, чтобы, ну, приведу пример, чтобы ваш сотрудник не сказал о том, что, ой, спасибо, ваша покупка, например, 5000 рублей, у вас накоплено там 500 рублей бонусных баллов, вы можете их сейчас списать. Это неправильно. Правильно, что вы можете что-то докупить. То есть мы же работаем все-таки с тем, чтобы увеличить средний чек, мы же работаем с тем, чтобы все наши скрипты с персоналом работали таким образом, чтобы наш чек становился больше, чтобы сопутствующие товары допродавались и так далее. Ну, это тема совершенно другого вебинара, но посмотрите, пожалуйста, что средний чек, людей, которые возвращаются, уже больше, и нам это важно отслеживать. И в среднем мы понимаем, что у этой компании вот как раз 1,14, это вот средняя возвращаемость, средняя возвращаемость, то есть как бы именно среднее количество покупок, совершенное за этот период времени. Вот как раз мы в эту таблицу также можем это внести. Видим, что средний чек, стоимость, привлечение клиента, можем отследить и тоже обратить внимание, что ровный у нас достаточно низкий, и я хочу, чтобы вы здесь обратили внимание, что доход со всех клиентов это 60 тысяч рублей. С учета маркетингового бюджета 50, то есть у нас остается 10 тысяч рублей, то есть как бы это достаточно маленькая маржинальная прибыль, которая может остаться, а то еще и меньше, если вот здесь у нас могут переменные расходы быть учтены, а если здесь не учтены постоянные расходы, то, соответственно, мы можем точно предполагать, что маржинальная прибыль в минуте, то есть при этом раскладе, она минусовая. Если в данном случае на маркетинговый бюджет не затрачивали, то, возможно, маржинальная прибыль в данном случае минимальна. То есть как это может быть? Возможно, у клиента, у которого в данном случае 104 клиента попали в систему, мы можем проанализировать, возможно, они попали с приложения UDS, веб-версии, возможно, они попали по рекомендации, и вот здесь мы уже можем проанализировать, что в данном случае мы не тратили на маркетинговый бюджет, то есть они пришли не из каких-то источников трафика, и, значит, мы здесь все, в данном случае доход со всех клиентов, у нас, то есть не будет расходов на маркетинговый бюджет, значит, остатка будет больше, и, возможно, маржинальные прибыли мы будем не в минусе, а в плюсе. Вот таким вот образом еще оцифровывать UDS, что немаловажно, видеть, иметь автоматизированную базу, которая будет вам еще и показывать, откуда приходят клиенты. Это очень важно, потому что это влияет на экономику, в данном случае на юнит-экономику. И, соответственно, важно здесь еще просто запомнить, просто запомнить, что если вы привлекаете клиента, то стоимость привлечения вашего клиента, например, стоимость привлечения, как в нашем примере, 610 рублей, то, соответственно, ваш клиент должен вернуться минимум в три раза, то есть первая покупка, вторая покупка и третья, и мы должны с этим отработать, что я всегда говорю, что, возможно, клиент вам еще денег за свое привлечение должен. То есть вот такой вот момент, да, посмотреть на то, чтобы все-таки он пришел, вернулся и вернул вам деньги за свое привлечение, и желательно, чтобы он привлекался больше, да, там жил, у него жизненная ценность, была пожизненная ценность в вашем бизнесе, была намного, наиболее высокой, да, больше по времени, более даже, чем три раза. Но, тем не менее, всегда обращайте на это внимание, отслеживайте, почему нужна автоматизация, отслеживать именно этот момент. Почему мне и нравится отслеживать это через Udesk, потому что, когда очень много у нас привлечений идет сейчас через интернет, через социальные сети, а мы работаем в офлайне, и как это отследить, то есть как бы без автоматизированных систем, к сожалению, не будет невозможно, сложнее. И, соответственно, мы, я хотела бы вам еще в том числе показать этого же клиента и работы с рекомендациями, реферальным маркетингом. Возможно, если вы сейчас являетесь уже клиентом используя Udesk, и у вас недостаточно работы реферальный маркетинг, то, соответственно, здесь необходимо, возможно, либо обратиться к специалисту по внедрению системы, и он вам подскажет, посмотрит вашу административную панель, статистику, и посмотрит, что необходимо сделать, для того, чтобы ваш реферальный маркетинг стал более таким скоростным, чтобы все шестерленочки заработали и, соответственно, приносили вам достаточно хорошие результаты. Вот здесь по нашему клиенту мы видим, что рекомендации, например, 77, эффективных рекомендаций, то есть те, кто стал клиентами, 75, помним, да, 104 пришли в систему, 82 совершили покупку. То есть важно работать над этой конверсией, и вот наша компания, она постоянно работает над тем, чтобы отслеживать эти показатели и, соответственно, делать так, чтобы конверсия была достаточно высокой и в покупку, и с рекомендацией, эффективные рекомендации. Здесь мы видим, что достаточно хорошие у нас показатели, и что эти показатели дают. Опять же, мы можем внести, да, в таблицу, но уже, что у нас каналом трафика является реферальный маркетинг, и увидеть, что даже, как вы помните, я говорила о том, что привлеченный клиент, он не стоит реальных денег нисколько, но даже если возьмем, предположим, что те баллы, которые мы выдаем нашим клиентам за то, что они приводят к нам клиентов, мы возьмем это как маркетинговый бюджет и посмотрим, что в данном случае было потрачено 12 300, то есть это я рассчитала заранее, привлеченный к пользователю 77 и платящий клиент 75, да, то есть мы видим, что 97% конверсии. Почему такая высокая конверсия? Ну, во-первых, из-за правильной работы сразу же, только клиенты попадают в систему, мы правильно с ними работаем, мы сегментированно именно им отправляем предложения, это очень важный момент, и есть как бы несколько других методик, и это первый момент. Второй момент, это то, что те люди, которые приходят по рекомендации, они отличаются от привлечения через интернет, потому что они пришли по рекомендации, они уже более теплые, они доверяют нашему бренду, они доверяют нашей компании, и мы видим, что доход у нас 48 тысяч, достаточно хорошая Роми, даже если число сделок на этого клиента, предположим, как сейчас компания существует, да, за этот период времени 1,14, то мы видим, что доход со всех клиентов у нас 55 тысяч, минус 12,300, то есть мы в достаточно хорошем плюсе остаемся, стоимость привлечения клиента по сравнению со средним чеком, да, там была 610, стоимость привлечения клиента здесь 164, это если, причем 164, это мы в баллах отдаем нашим клиентам за привлечение, то есть как бы понимаем, они еще к нам вернутся, потому что у них есть баллы, и на то, что я как раз вам говорила до этого, да, и обещала вернуться к этому, обращайте, пожалуйста, внимание на когорты, то есть что это такое, в UDS это тоже можно проанализировать, мы смотрим именно когорту, группу людей, пользователей, которые, например, были привлечены, которые зарегистрировались к нам, были привлечены в такой-то период времени, и именно эту когорту людей, мы должны с ними работать, за ними следить, в UDS, в статистике есть возможность отфильтровать клиентов по дате регистрации, и это очень важно, потому что мы можем посмотреть, сколько совершили покупок клиенты в такой-то период времени, именно те клиенты, которые были в такой-то период времени привлечены, это очень важно, потому что, почему важно отслеживать, потому что мы знаем, что именно на эту когорту, в этой рекламной кампании мы столько-то потратили денег, и мы должны именно за ними отследить, что они окупили, что они нам привлекли, принесли прибыль, и что именно с ними мы там по такому-то способу отработали, И этот способ нам принес больше денег, потому что в компании очень важно постоянно гипотезы выстраивать, какие-то разные методы работать с клиентом, использовать постоянно что-то новое, и за этим важно следить, какую конверсию она приносит и возвращаемости клиентов и так далее. То есть это очень важно. Поэтому с когортами важно работать. И, кстати, когорты, вот этим по группам людей важно в том числе работать с точки зрения информированности. Помните, я вам говорила, что важно отправлять новости сегментированно. То есть мы отправляем этой категории клиентов, которые только к нам, то есть совершили первую покупку, именно им нужно конкретное предложение, чтобы они вернулись второй раз. Для тех, кто у нас является VIP-клиентами, они должны ощущать, они должны знать, что им никогда в жизни не придет никакое сообщение от компании, которое не касается VIP-аудитории, только для них. Поэтому если у вас на сегодняшний день вы используете мессенджеры, вы используете смс-рассылки, в котором вы отправляете всей аудитории, то, соответственно, это неправильная работа с клиентом, это неправильное информирование клиентов. Именно по этой причине клиенты не любят, чтобы давать свое разрешение на рассылки. Вот очень важно сегментировать, очень важно еще и до них доносить, что если они являются привилегированными, то им никогда не придет, или вообще, в принципе, что им никогда не придет сообщение, которое не касается именно их аудитории. Важно это доносить. И, соответственно, сколько клиентов должно посещать бизнес за определенный период времени, чтобы компания не уходила в убыток и развивалась, нам важно отследить, да, что, например, мы просчитали, берем одного клиента, мы просчитали, что на этого клиента у нас, то есть есть у нас такой вид клиентов, которые, вот, как я рассказывала, которые оплачивают сами доставку, сколько у нас переменные расходы. Есть клиенты, которые мы оплачиваем доставку, какие переменные расходы. Еще, возможно, по каким-то параметрам у вас могут меняться переменные расходы. Дальше мы смотрим, сколько у нас постоянных расходов, аренды, там, например, сотрудников, хотя я могу вам сказать, что есть бизнесы, например, консалтинговые компании, либо, там, те, кто оказывают услуги зачастую, ну, и работа зависит именно от конкретного специалиста, то это будет переменным расходом. Там необходим расход смотреть по времени, который уделяет специалист для, там, этой услуги или, например, даже салон красоты, там, по парикмахерским услугам, да, сколько именно на обслуживание этого клиента, то есть это будет именно переменным расходом. Если у вас нас сидит на окладе, то это будет постоянным расходом. Вот, либо сколько он должен, если он сидит на окладе, сколько он должен специалистов, вот, сколько должен услуг за свой оклад сделать в течение всего этого периода времени, и, соответственно, это будет переменным. Надеюсь, что я достаточно быстро, но достаточно доходчиво объяснила. Мы посчитали переменные, мы посчитали отдельным столбиком наши постоянные. Мы смотрим, что в конце, после всех, там, минусов расходов по переменам, у нас остается, там, столько-то, да, такой люфт некий нашего дохода. И дальше мы смотрим, что у нас расходов, к примеру, 200 тысяч в месяц. И здесь важно посмотреть, сколько у нас должно быть клиентов, чтобы окупить эти 200 тысяч. Ну, мы делим на то, сколько мы от одного клиента у нас остаток, и смотрим, сколько клиента привлечь. Но мы же понимаем, что у нас еще сколько-то должно быть все-таки прибыли, маржинальной прибыли и тому подобное. Мы должны ее еще приплюсовать к нашим постоянным расходам, плюс еще, ко всему прочему, если мы даем, при привлечении клиента, даем, например, там, бонусные баллы, либо даем какую-то скидку и так далее, мы ее тоже должны учесть. Только после этого мы должны поделить, понять, сколько у нас клиента должно быть привлечено. То есть это важно отслеживать. Важно отслеживать в том числе, насколько мы сейчас готовы вообще вкладывать в рекламу. Насколько целесообразно, да, вливание этих денежных средств. И то, что я вижу, например, проблему бизнесов в России, почему я сегодня решила рассказать вам и дать этот вебинар, потому что я работаю каждый день с предпринимателями, ко мне приходят разные компании, и я вижу, что, на имею в виду малого бизнеса, я вижу, что не знает стоимость привлечения клиента, это не отслеживает, даже если имеют в штате таргетолога, то, соответственно, не видят, но при этом требуют, да, чтобы была прибыль. Говорят, что реклама не работает, а на самом деле просто сами этого не видят, не отслеживают, и как бы, а это очень важно. Иногда говорят, зачем нужен маркетолог, когда у меня есть отдельно SEO-специалист, таргетолог и так далее. Как раз маркетолог, он вам и ведет эту юнит-экономику. Маркетолог считает эти цифры, то есть либо должен быть маркетолог, либо все-таки собственный бизнес, руководитель должен сам это все высчитывать, смотреть, отслеживать KPI, понимать в метриках, если это интернет-продвижение и так далее. Не анализирует каналы привлечения, откуда пришло, сколько вы затратили, сколько это вам принесло маржинальной прибыли. Это важно отслеживать. Не знает средний чек, уже об этом сегодня говорила, что не считает маржу. Слишком длинные LTV. То есть обычно берут примерно за весь период существования бизнеса, что, например, у меня бизнес существует три года, вот, значит, жизнь моего клиента здесь три года. Неправда. Есть клиенты, которые уходят, есть клиенты, которые приходят. Есть все-таки среднее понимание, сколько живет у вас клиент в бизнесе. Это должен быть достаточно длинный период времени. Еще раз напомню, клиент, привлеченный клиент, должен как минимум вернуться вам три раза для того, чтобы окупиться, уже не говоря о том, что должен принести вам прибыль. И, наверное, напоследок, да, вот у меня и для вас есть такие некие фабулы, на что очень важно обращать внимание. Первое – используйте сервисы, которые сами делают расчеты по юнит-экономике. А вам останется ввести только данные, разобраться в этих данных и научитесь использовать метод юнит-экономики, либо обратитесь к маркетологу, теперь вы знаете, на чего необходим маркетолог. Внедряйте систему, поддерживающую работу юнит-экономики. Это и сквозная аналитика, если у вас все продажи, возвращаемость клиентов происходит внутри непосредственно интернета, и в том числе используйте сервис системы, в которых также можно наладить сквозную аналитику, если у вас оффлайн-бизнес. Используйте системы, в которых есть CRM-системы, и в которых еще ко всему прочему вы работаете с вовлечением клиентов, с которыми вы сегментированно отправляете новости. В данном случае многие спрашивают, чем отличается, например, UDS от CRM-системы. UDS – это совершенно другое. UDS работает именно на то, чтобы ваше LTV было больше, чтобы жизнь клиентов, пожизненная ценность клиента была выше, чтобы слишком длинным был LTV, достаточно длинным, чтобы когда вы привлекли клиента, вы видели, что все, я спокойно, данный клиент три раза вернулся, он окупился, чтобы приходили люди по рекомендациям, чтобы их стоимость была в разы ниже, возможно, даже ноль, и, соответственно, маржинальная прибыль больше. То есть UDS отвечает именно за эти задачи. CRM-система, ну, знаете, UDS является дворниками переднего вида, а CRM-система, учетная система является заднего вида. И как бы это вот, но они, тем не менее, вообще не противоречат, и друг другу они решают совершенно разные задачи. И, соответственно, расходы на рекламу значительно влияют, надеюсь, что вы сегодня это поняли, влияют на размер полученной прибыли, поэтому нужно анализировать каждый рекламный канал, и важно отслеживать, читать экономику по каждому каналу. Точно так же, если у вас товар в ассортимент, необходимо производить расчет по каждой продукции отдельно. В том числе работайте над конверсией, хотя сразу она неизвестна, вы только предполагаете, но, тем не менее, это даст вам возможность понять, что делать дальше. Поэтому, когда вы слышите от специалистов по таргетированной рекламе, по контекстной рекламе и так далее, что необходимо провести тест, тест необходим, но тест необходимо проанализировать, и вот для этого необходим маркетолог. И если на текущий момент при расчете вы выходите в минус, можно рассчитать период, и нужно рассчитывать период, когда вы сможете выйти в плюс, потому что и с пользователями, помню, 653, с ними работать необходимо, чтобы они стали платящими клиентами, многие о них забывают и не работают. То есть это ваш актив, за который вы заплатили, с ним работать нужно. Для этого необходимы или таргетинги и так далее. И с платящими клиентами также. То есть если вы сейчас при привлечении, при первой рекламной кампании вышли в минус, это нормально. Это совершенно нормально, потому что вы заплатили за актив, с которым дальше вы будете работать, с которым будет становиться ваша лояльная аудитория, с которой вы заработаете намного больше прибыли. Но помните, что вы должны, в данном случае, прямо обязаны работать, если вы хотите вывести бизнес на достаточно хороший уровень, вы должны с нежностью сопроводить этих клиентов и посмотреть, что действительно они у вас окупились. И не забывайте о том, что при первой покупке клиенту нужна ваша лояльность, вам его окупаемость. То есть от клиента первого, который пришел, который вы привлекли, вам нужна его окупаемость, ему ваша лояльность. Одно без другого, к сожалению, не существует. Поэтому помните об этом. Это очень важно. LTV должно превышать стоимость одного клиента в три раза. Еще раз я вам напоминаю об этом, чтобы компания погасила расходы и распорядилась бюджетом так, чтобы его хватило не только на выход в ноль и получение прибыли, но и на будущий рост. Это важно. В этом деле нужна максимальная конкретика, поэтому цифры должны быть именно из расчетов и анализа показательная примерно не бывает. Не основывайтесь на собственном мнении, не основывайтесь на мнении людей, которые не являются профессионалами. Не должно быть примерно. Фактом являются только цифры, только статистика, только автоматизированные системы могут показать вам действительно, что у вас происходит в бизнесе. И под конец своего вебинара я хочу подарить вам таблицу расчета юнит-экономики плюс ссылку на калькулятор, который я сегодня вам рассказывала, которым я пользуюсь, и инструкции этапа внедрения ЮДС, если вы на сегодняшний день находитесь на этапе, когда вы запускаете эту систему, либо планируете ее запустить. Поэтому, просмотрев этот вебинар, увидев мое предложение о том, что я готова подарить вам данные подарки, напишите, пожалуйста, в мой инстаграм, Ольга, нижнее подчеркивание, Шибецкая, и мой помощник, моя помощница замечательная, отправит вам данные подарки. А я хочу поблагодарить вас за то, что вы просмотрели этот вебинар. Надеюсь, что я была полезна вам в этом вебинаре, и с этого момента ваш бизнес будет дренода, другое, ваш бизнес задышит уже совершенно по-другому, и я желаю вам развития и процветания. Спасибо вам большое.